Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новый выпуск Стилов Дэйли. Я выехал не один. Со мной Ксю, милый штурман. Всем привет! Всем привет! Я знаю, что вы любите, когда Ксюша появляется в кадре. Вот, да, мы с ней выехали, на самом деле, чисто прокатиться в машине. Никуда не заходить, просто прокатиться, потому что дома сидеть, конечно... Все уже убрано, все блестит, все приготовлено по сто раз, постирано. Да, Ксю? Ну да. Но мы еще выехали перед магазином, так сказать. Ладно, мы сейчас проедемся по городу, что-нибудь вам покажем обязательно. Чуть было не развернулся. Тут, конечно же, одностороннее круговое движение, достаточно широко. Кстати, я тут узнал, чтобы стримить мне игры, даже самые простые, просто с телефона выводить на монитор игру. То есть он выводится, там есть специальные приложения, которые транслируют все, что происходит на телефоне на компьютер. И чтобы вводить, например, в окно стрима, это там можно, нужен другой комп, походу. Или я что-то не разобрался, но я смотрел, там много обучалок, как настроить вот эту OBS-студию. У меня просто лютые тормоза, у меня, видимо, процессор этот загружен на маке, на макбуке. И он не вывозит даже стрим просто игры с телефона. Я просто думал вместе с вами поучиться играть в Fair Legends, потому что я, если честно, вообще не профи там. И как раз я знаю, что много моих подписчиков играет в эту игру и довольно хорошо гоняют. Думал, чтобы подучили меня вообще какие-то ништяки собирать, спеки автомобиля, как проходить трассы, как зарабатывать там деньги. Было интересно начать такой стримчик, но мой комп, короче, не вывозит. Поэтому у меня уже в мыслях реально купить себе нормальный комп, именно такой стационарный, чтобы на нем нормально стримить, чтобы на нем там игры шли, чтобы, ну, и там собрать впоследствии, может, даже симулятор. Попросик маленький можно? Да, можно. Где поставим? Ну, на балконе, наверное, поставим. Я просто не знаю, где ставить. Стационарный комп на балконе? Стационарный комп на балконе. Надо утеплить балкон, хотя он вроде утепленный, но все равно там прохладненько иногда. Так, мы на Невском. Как-то ситуация 22-30 до времени. Народу и машин не так много. Еще всегда, когда едешь на тачке по Невскому, ну, типа круизишь, обязательно прокатываешься туда, в одну сторону, во вторую. Ну, не быстро, просто спокойненько, в таком реально круизном режиме. Не знаю, получаешь какой-то особый-особый кайф. Да? Ты понимаешь его, Ксюша? Ну, да. По красивому городу можно и тут проездить. Реально, прохватил, погазовал. Здесь вот развернулся. С шумом? Ну, можно с шумом, можно потише. Но сейчас мы будем как эти пенсионеры такие разворачиваться. Трелхед выпустил новый принт, и мне до сих пор футболку не забрать. Сейчас магазины закрыты, но как бы онлайн-продажи, они есть. И там, ну, люди заказывают, если хотят что-то из одежды. Так вот, да. Вышел новый принт вместе с моей жигой по теме шериф стилов. Да, вот сейчас я фоточку прикрепляю. Вы ее видите, очень такой крутой, добрый, классный принт. Мне он очень понравился. Шериф в городе. Если вы хотите такую футболочку себе или в подарок, может, подбодрить друга там или батю, заказывайте обязательно на сайте Трелхед. Под каждым видео оставляю описание, как раз ссылочку. И промокод стилов, он действует и дает аж 25% в скидку. Планы, кстати, по сливе. Еще раз прокатиться, как я катался как раз в предыдущей серии. И все-таки научиться быстрее переключаться. Общался, опять же, со многими драгерами, кто реально шарит в заездах, кто шарит в переключении передач быстрым. Много, конечно, народу писало, поставь просто секвенталку. О, Марк. Нет, это не вчерашний Марк. Так вот, да, но на самом деле, нет, дело не в секвенталке, дело во мне, и надо реально быстро переключаться. И я говорил, и вот говорю еще раз, что флетшифт у меня включен, и с флетшифтом реально быстрее происходит переключение. Флетшифт дает такую тему, что я не отпускаю газ, а только выжимаю сцепление, переключаю и просто бросаю сцепление, и дальше еду. То есть, вот как раз можно газ не отпускать, и в это время он, ну, держит давление турбины. И машина как бы так, не погасает. Так как я новичок в этом деле, буду учиться реально быстрее переключаться. Я даже дома сегодня сидел, так делал. Что, не видела? Я выживал сцепление и так делал, типа быстро. Мне очень интересно, конечно. Ну, говорят, что можно, типа, чуть-чуть при нажимать сцепление и так прям вот врубать передачу. Это плохо для коробки, плохо для синхронизаторов, но за то время получится получше. Еще в прошлом году у меня все-таки была кулачковая коробка, кулачковые передачи, вот третья, четвертая, и можно было с третьей на четвертую вообще с минимальным нажатием, а то и вообще без сцепления переключить просто. Это, конечно, дает вот эти миллисекунды и дает хороший результат. Но все равно у меня есть такой вот этот провал, о котором я рассказывал. И можно добиться того, что его не будет, и время будет куда лучше. Ну, а потом мы еще немножко поднимем пуста, и я думаю, время будет еще лучше. Короче, когда я гонял на мотике, меня как-то тут поймали прям за руку. Реально в пробке прям схватил, он там ключи вынимал, но я ключи сам выну. Опять мимо дворцовки проезжаем. Пустота. У нас сегодня экскурсия по культовым местам. Автодвижухи. Когда-то реально тут был движух. Как мне многие сказали, Серег, ты не заметил, что в Питере автодвиж поугас? И я сказал, да, я заметил. Даже Ксюша заметила. Ну да, каждое воскресенье мы ехали на биржу. И ты такой... А сейчас даже здесь не собраться. Здесь вообще дорога или что? Непонятно. Кардинальные меры. Просто забор поставили. Я только что видел Марк 100 и по-моему Марк Х. Около спота как раз таки. Я же говорил в прошлых видео, что если здесь, так сказать, 15 минут постоять, то можно попасть на дрифт. Но мы едем дальше. Спасибо за поддержку этого ролика моих надежных партнеров One X. Информация от моих партнеров. Много спортивных событий сейчас отменяется, но бои UFC некоторые будут. И чтобы было интереснее смотреть, сделай свой выбор на One X. Они профессионалы своего дела. Ну и, конечно же, пользуйся промокодом STILOV. Он дает бонусы. Вся информация внизу. Ну и, конечно же, следующее место. Это Сибур. Сейчас тоже туда подъедем, посмотрим. Может быть, увидим дрифт. Опять Сергей Стилов в поисках дрифта. Не, ну на Сибуре стабильно. Кто-то-то дежурит. По-любому. Это стабильно, реально. За обстановкой следит. По центру вон там встали. По бокам. Там скайлайн. Сейчас раздаст бочком. Ну, давайте. Ничего. Сейчас подъехали вот на это новое место, которое я вам показывал в прошлом ролике. Вот с таким видом с ЗСД. Так вот, мы вспомнили с Ксюшей, что колокольня. Сейчас я вам покажу. Вон там она виднеется. И раньше как раз здесь была площадка. Вот, по-моему, даже вот на этом месте, где мы сейчас едем, здесь была площадка, где тоже все собирались. Здесь был такой кружок. Здесь можно было покрутить восьмерочку. Да, и здесь тоже все собирались. И после биржи приезжали сюда. А, кстати, раньше, очень давно, когда я был маленький, мне было лет, наверное, там 10, может быть, 6. Знаешь, что здесь было вообще на Крестовском? Ну. Здесь была гоночная трасса, настоящая. Никита? Я помню, у меня папа водил, я был маленький. И мы смотрели, здесь какие-то тачки гоняли. Я даже не помню, какие. В общем, по всему Крестовскому была гоночная трасса. И реально, я думаю, даже многие, кто живет в Питере, кто такого возраста, как я, вспомнят, как они мелкие сюда приходили, а кто постарше, там, лет на 10. Вот. Я думаю, вообще, может быть, даже принимали участие в каких-нибудь тут заездах, гонках. То есть была реально трасса официальная, здесь гоняли. Она была вокруг Крестовского, я так понимаю, всего. Так, мы тут попали на дрифт-треню. Там, по-моему, цифира, если я не ошибаюсь. Наваливает зеленый. Там выложил все вещи. Ну, что-то по багажнику. Ну, да. Ой-ой-ой, там, по-моему, что-то с выворотом. Да, зеленый цифир, я его до этого не видел. Походу, на сток вывороте. По мокренькому едет. Классный звук блоуфа. Явно RB25. Прям слышу. Я думала, это уже садевает. Зеленый цифира на 154-м, что ли, регионе. Думал, лужи садевает, это его звук блоуфа. Что-то дрифт не идет как-то. Оп, с манджи. А, нет, он хочет с манджи зайти за столб фонарный. И сделать, типа, дугу, пильку. И на манджи, получается, проехать, наверное, где-то здесь. О, держит угол. Не получилось. Вот, пошел неплохо. Вот, сейчас получится. Да, получилось. Вокруг столба. Оп. И все, выворот. Разворот. Все, прикатался по ходу. Все получается. О, смотри, что мы нашли. Дрип. Так, это у нас 33-й Скай серого цвета. А, у него, походу, заварки нет. И, по-моему, это Чайзер. Да, Чайзер сотый. Давайте, пацаны, я вас верю. Навалите хорошо. Что-то не получается у Ская. Ну, давайте, навалите хорошо. Я так и понял. Да, он говорит, что у него диф. Да не, спасибо. Я ждал навала нормального, но, походу, не будет. Но Скай прикольнее выглядит. Правда, высоковат. Полный сток, говорит. Я понял. Чайзер. Чайзер тоже, походу. Не удается нам подловить дрифт сегодня. Столько надежд. Столько надежд, реально. О, это знаменитая, подальше отодвинутая остановка, в которой мы все завидали. И тут перепланочка такая. О, и народ стоит. Да, прикиньте, там, видимо, девушка ехала по... Здесь такая небольшая, извилистая дорога. И не увидела забора, и просто у него вперед уехала. Или, может, затормозила резко. Там же девка за рулем. А-а-а, девка за рулем. Я тут рассказывала байки. С Ксюшей хоть едешь, она юморит. А то я обычно такой, не очень юморной. Ну, конечно, одному трудно тут рассказывать, и юморить, и еще что-то. Ты что, варла, ну что-то? О, это дорога. Это аллея, скажи. Надо в гараж. А что на этот раз в 12 часов ночи? Просто так отметиться, зачекиняться. Ой, я помню, что были чеки. Да. Ксюша сейчас заценит новый гараж. Вау, а он чистенький такой. Потому что мы тут прибрались. Да? Почему мокрый? Вот течет. Ну да, течет. Активно течет, здесь все уже мокро. Сегодня в нашем магазине покрышки. Немножко был, совсем был. Новая зимняя резина. Резина с Мерседеса. Берете? Какая? Да. Ваша. Я хочу здесь поставить дополнительный свет. Небольшой. Ладно, я сюда принес сейчас колеса, которые вчера обул на шинке. И пойдем отсюда. С этой улицы, считайте, начался вообще мой блог. Когда там Русик рамсил. Привет, Олдом. Налево поедешь, к Семену зайдешь. Направо поедешь, к Диме Квасову. Вперед, Бус Моторс. Ну туда, если. Образно. Я думал себе перчаток взять. Весь Петрович огорожен. Ничего не работает. Ничего так просто не купить. Либо... Вы тут в ленту собрались? Вы понимаете, да, все? Серьезность подхода. Что там по домашним шавермам? Валаваше в пите. Будет в лаваше в пите надоело. Блэк Стар Бургеры. Курицу все умяли. Съездили, затарились в магаз. Сегодня был дрифт только такой, на тележке. Я надеюсь, вы заценили. Просто ставили лайк. И на этом наша сегодняшняя серия подошла к концу. Ребят, спасибо большое, что смотрели. Спасибо, что подписаны на канал. И с вами был Серега Стилов. Не бойся. Милый штурман. Пока. Всем пока. До новых встреч. Мы просто ехали тут в коридоре. Субтитры сделал DimaTorzok